Так, 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 так. Андрей, там есть что-то такое интересное? Пока я буду читать, пытаться разобраться в донатах. Есть там что-то? Да, там несколько раз человек спросил, как бы, попросил в это админа описать видение избирательного процесса правильного. То есть, кто голосует, одномандатная круга или партийные списки, там, так далее, так далее. Ну, я тогда сначала, наверное, адресую вопрос гостю. Вот интересно будет узнать, Анатолий, вообще, как, ну, наверное, тоже вам этот вопрос сто раз задавали, но давайте. Ну, и там в плюс, типа, кого должны избирать, кого не должны. То есть, парламент, выбранный или нет, президент, выбранный или нет, законный суд, выбранный или нет. Как вам видится политическая система, ну, которая вам бы понравилась? Хотя бы каких-то самых общих чертах, не знаю, какие-то базовые моменты, которые вам нравятся. Что вы вообще об этом думаете? Наверное, вас сто раз об этом спрашивали, но, если можно, еще раз. Ну, так прямо детально, конечно, не спрашивали, но, как мне кажется, Сенат должен быть невыборный совершенно. То есть, ну, если вообще отдалиться от реалий Соединенных Штатов и совершенно абстрактно к этому подойти, всякие парламентарные органы, которые, собственно, контролируют государство, парламент, допустим, туда, собственно, члены парламента выбираться не должны. На мой взгляд, выборы должны осуществляться на местах, то есть во всякие местные органы управления люди должны выбираться, примерно как шериф выбирается, собственно. То есть, как мне кажется, это имеет смысл. А уже потом, может быть, они пойдут по карьерной лестнице отличаться чем-нибудь и их просто назначат в какой-нибудь высший орган управления. Вот. Или по связям как-то куда-нибудь проникнут, или денег скопят и тоже куда-нибудь проникнут. Деньги приносят власть тоже. Ну, и наоборот, власть приносит деньги. Если деньги в этом приумножил, при помощи этих денег можно купить больше власть и тоже проникнуть в высшие органы и так далее. Я не считаю, что, кстати, вот эти вот всякие моменты про деньги. Я знаю, у людей, особенно в русскоязычной сфере, есть там аллергия на подобные вещи, что люди с большими деньгами куда-то проникнут, какой кошмар. Но позвольте, а кто еще? У нас военной аристократии нет. То есть, кто еще власть-то должен быть, я понять не могу. Вот. То есть, поэтому, если именно совершенно оторвано от реалий конкретной страны, то, как мне кажется, всякие высшие органы управления, они должны быть парламентарными, но парламент не должен избираться демократическим, по крайней мере. То есть, причем они должны назначаться другой какой-нибудь ветвью власти. То есть, должна быть исполнительная власть, которая их назначает просто вручную. Либо их может назначать какой-нибудь Верховный суд или что-нибудь в этом роде. Ну, это примерно как Госсовет в Российской империи, Верхняя палата парламентов, в которую назначались в основном бывшие министры, бывшие какие-то выдающиеся генералы. Этот Семен Артянчанский там был в Госсовете, я помню. Ну, то есть, выдающиеся какие-то ученые, типа такого. То есть, туда назначал император, но там были такие довольно жесткие критерии, кого туда можно назначить, а кого нельзя. Что-то типа такого получилось. Ну, да. На мой взгляд, конечно, идеальная форма управления – это аристократическая республика. Но проблема в том, что аристократию нельзя установить просто. То есть, не бывает так, что образовалось государство, и не было аристократии, а потом ее взяли и ввели в законодательную, и она появилась. Потому что для того, чтобы... Аристократия, она формируется сама, то есть, как чайный гриб, то есть, она растет, там что-то она тоже что-то потребляет, увеличивается и так далее. То есть, это такой естественный биологический процесс, которому нужно давать время и так далее. Как там рост леса, по сути дела, по сравнению с ростом, я не знаю, лука из луковицы. Вот. То есть, наверное, на то, чтобы лес вырос, конечно, требуется достаточно весьма и весьма большое количество времени. То же самое, собственно, и с аристократией. Поэтому, да, можно, конечно, говорить, что это идеальная форма правления. Я, в общем-то, так и говорю обычно, но она идеальная не только потому, что она лучше всех остальных, но еще и потому, что, в общем-то, ее и нет, и, скорее всего, не будет. То есть, понятно, что Римская республика была аристократической республикой, но, в общем-то, и, по сути дела, все. То есть, чистых аристократических республик, в принципе, помимо Римской республики, ну, так-то не было. И, в общем-то, даже не на всех этапах Римской республики она тянула на аристократическую республику. То есть, под конец уже там нет. Да, поэтому, как мне кажется, ну, главное, чтобы... Ну, если уже не оторвано от американских реалий, то, ну, просто хотя бы избирательный ценз ввести. То есть, вот был этот ужасный российский тест, который отменили. Но в Южных Штатах, да, это законная Джима Кроу. Да. На мой взгляд, его надо ввести на федеральном уровне и для всех абсолютно. То есть, просто сделать... Да, просто сделать его нероссийским. И все.